Здравствуйте! В эфире программа «Жесть». В студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе области сегодня, 25 сентября. В Омске вынесли приговор бездомному, который убил друга из-за дивана. Просто спальное место было одно, а спать хотели оба. С места преступления злоумышленник скрылся. Его объявили в федеральный розыск. Юлия Думанова расскажет, как следователи нашли убийцу и какое наказание ему определил суд. Ипполит Червячков уже был судим за убийство. Освободился в марте этого года. А уже в июле совершил новое преступление. Летним вечером, после нескольких бутылок спиртного, он убил друга. Так получилось. Он был для меня. Потому что он меня скрыл. Мать моего материя, которую я ел 20 лет, умерла, если не веса. И после этого не нужно убивать. Я молодец. Поводом для ссоры стал диван. Мужчины оба без определенного места жительства нашли ночлег. Этот заброшенный дом по улице Кемеровская. Ипполит Червячков мягкое место для сна отстоял с ножом в руках. Он ударил друга в шею и грудь. Потерпевший просил вызвать скорую помощь, но и полит добил его деревянным ящиком. Дом, в котором все произошло, злоумышленник собирался поджечь, чтобы скрыть улики. Не успел. Труп увидели другие бездомные и вызвали полицию. После совершенного преступления Червячков открылся с места совершения преступления и на электричке добрался до города Аканска, Красноярского края, где был задержан по ориентировкам, при том, что был объявлен федеральный розыск за совершенным преступлением. Погибший мужчина – уроженец Узбекистана. Российского гражданства у него не было. Но, известно, бродяжничать начал после того, как освободился из колонии. У Ипполита Червячкова в Омске есть родственники, но он с ними не общается, а своего жилья никогда не было. Теперь на ближайшие 12 лет его домом станет колония особого режима. Генеральная прокуратура определила самые криминальные регионы страны. Во внимание принималось количество зафиксированных преступлений в первом полугодии. Так, Омская область заняла 24 место. При этом у нас на 14% снизилось число правонарушений. Самыми криминальными оказались Москва и Краснодарский край. В Сибири наиболее опасным городом признали Кемерово. Там количество совершенных преступлений почти в два раза больше, чем в Омске. За сутки на дорогах области произошло 54 происшествия. 8 человек получили травмы. Полицейские зафиксировали 630 нарушений правил дорожного движения. 16 водителей сели за руль пьяными. А в минувшую субботу 19-летний житель Красноярки на Тойоте залетел под КамАЗ. От полученных травм он скончался до приезда врачей. А началось все с того, что за час до ДТП молодой человек зашел в придорожное кафе, где купил алкоголь. Камеры наблюдения сняли, как водитель сначала выпивает в самой харчевне, а потом продолжает возлияние в своей машине. Когда бутылка опустела, мужчина выехал на Красноярский тракт. Пьяный водитель не выдержал дистанцию, и старая Тойота залетела под грузовик, ехавший в попутном направлении. Как написали в соцсетях очевидцы, в момент аварии на дороге был туман, при этом все стекла иномарки были тонированы. И еще одна история могла закончиться трагически, если бы не бдительная МИЧ. Происшествие случилось на улице Первая поселковая. Здесь, на пешеходном переходе, напротив детского сада, за рулем в машине спал водитель. Проезжающий автолюбитель остановился, чтобы выяснить, в чем дело. А когда МИЧ стал подходить к Ладе, то ее владелец пришел в себя, стал размахивать руками и попытался уехать. Э, выходи из машины, ты что гонишь, что ли? Выходи из машины, ты обдолбанный. Ключи дай сюда. Выходи, выходи, ты что? В это время перед пешеходным переходом ребенок что-то собирает в пакет. Возможно, мальчик выронил ношу, испугавшись неадекватного водителя. Автор ролика смог забрать ключи от Лады и вызвал полицейских. Инспекторы прибыли быстро. Судя по реакции, нарушитель до конца так и не понимал, что с ним происходит, и только просил его не снимать. А как вот эта автомобиль, что там отрывается, оказалось? Да никак, сигарета есть вот. В итоге машину увезли на штрафстоянку. Полицейские сейчас выясняют, чем было вызвано неадекватное поведение водителя. Накануне в Омске виновник ДТП сбежал из больницы. Происшествие произошло днем на улице Волгоградской. 29-летний пьяный водитель с таким же пьяным пассажиром на «Жигулях» ехали в сторону бульвара архитекторов. Сначала нарушитель стукнул легковой «Фольксваген» и попытался скрыться. Но на встречке «Лада» врезалась в «Ауди». «Жигули» оказались на обочине, а сам виновник получил травмы. Его доставили в больницу, но осознав, что натворил, он сбежал из палаты. Вскоре его задержали. Проверка показала, что «Жигули» не были зарегистрированы, а самого виновника раньше уже лишали прав за пьяную езду. И еще один, скорее всего, нетрезвый водитель стал персонажем социальных сетей. На улице 20 лет РКК владелец «Тойоты» припарковал машину в Канаве. Пользователи оценили мастерство шофера. Во-первых, аномарка никому не мешает. Во-вторых, угнать ее будет сложно, даже если оставить ключи в замке зажигания. Местные жители сообщили, что сотрудники ДПС побывали на месте происшествия. Пока неизвестно, чем закончилась эта история. А меч выложил в социальные сети видеозаписью серийного автохамства. За несколько секунд владелец «Красной Суббару» трижды создал опасные ситуации. Сначала выезжая с парковки, водитель не пропустил другую иномарку. На перекрестке он выехал за стоп-линию и, не дождавшись зеленого света, рванул на красный. Многие мечи предложили автору ролика направить видео в ГИБДД. Если сейчас не остановить хама, в дальнейшем безнаказанность может привести к трагическим последствиям. Судебные приставы навестили должника и отработали сразу два исполнительных листа. Арестовали земельный участок и иномарку. А все потому, что ответчик не хочет платить по счетам, игнорирует решение суда и затягивает время. Анна Рыбина продолжит тему. По суду этого коттеджа на пересечении улиц Заозерная и Королева уже и быть-то не должно. Постройка самовольная. Но здание стоит и, судя по вывеске, продолжает торговать ритуальными товарами. «Чьи памятники тогда?» «Сам памятники». «Вот где ваш отец? Пусть возвращается документом». То, что снос медленно, но верно идет, приставам тщетно пытаются доказать отец и сын. Но люди в форме привыкли верить только своим глазам. Вот снимки здания с прошлого визита приставов. Ничего не поменялось. «Если мы сносим, у меня есть телефон ваш. У всей семьи есть телефон, даже у детей маленьких. Я вам говорю, вы что, позвонить не могли? В чем проблема?» Это хозяин, 37-летний Лавис. На него заведено сразу несколько исполнительных производств. По одному из них бизнесмен взял взаймы больше миллиона рублей и не отдал. Гражданка потребовала свои деньги через суд. Первомайский районный встал на сторону истца. На месте приставы наложили арест уже на участок должника. Земля будет принудительно реализована в счет долга. Пока ответчик подписывал документы, приставы заприметили автомобиль Volkswagen Touareg. С помощью приложения «Мобильный розыск» они оперативно вычислили владельца. Это отец должника и тоже должник. Сразу по трем исполнителям производства на общую сумму 380 тысяч рублей. Иномарку забрали на спецстоянку. Ее также реализуют, если предприниматель не богатит долг за 10 дней. Когда случается с нами в повседневной жизни.